Звуки Помимо оптических иллюзий, которые обманывают ваши глаза, существуют и слуховые, связанные со звуками. Звуки тоже шутят с нами. Можете ли вы представить, чтобы звук определял наше самочувствие? Мы не говорим о грустной музыке в кино, от которой хочется плакать. Некоторые звуки вызывают ощущение движения. Буквально. Можете ли вы вообразить, например, что звук способен вызвать чувство тяжести? Как это возможно? Тем не менее. Держите уши открытыми и приготовьтесь услышать потрясающий эффект. Он называется Лат Шепарда. Лат Шепарда был открыт в 1964 году психологом Роджером Шепардом. Он использовал компьютер для получения последовательности тонов или звукоряда, которые, кажется, повышаются бесконечно. Вы можете сказать, что это преувеличение, но послушайте. Этот аудиоэффект использует психоакустику. В нем гармоническая последовательность создается необычным способом. На самом деле, звук, конечно, не повышается бесконечно, потому что это в принципе невозможно. Эффект Лат Шепарда — это лишь циклический переход в ограниченном наборе тонов, каждый из которых отстоит от соседнего на октаву. Каждый тон звукоряда составлен из разных нот, которые воспроизводятся одновременно. И в каждый момент эти разные ноты звучат с разной громкостью. Кажется, что тон один, но у него много уровней громкости. Изменение громкости заставляет слушателя сосредотачиваться на определенных нотах и не замечать другие. И поскольку каждый тон звучит как бы ниже предыдущего, нам начинает казаться, что звук становится громче. Слушатель оценивает небольшие смещения тона, сравнивая его не с теми нотами, которые были 20-30 секунд назад, а с предыдущей. Лат Шепарда используется в некоторых музыкальных приложениях. Послушайте пример, который называется «Круг Серпинского». Он основан на тонах Шепарда. Правда, похоже на звуки из какого-нибудь страшного кино. Еще это напоминает звук морской раковины, прижатый к уху. Но ясно одно — это бесконечный звук. Он повторяется как эхо. Сколько вы могли бы слушать Лат Шепарда? Будьте осторожны, вы можете почувствовать, что падаете. Факт. Смеяться над анекдотом не так легко. При этом задействуются пять разных отделов мозга. Это пантеон в Париже. Мавзолей, построенный в честь великих французских мужчин. Над входом так и написано — «Великим мужчинам от благородной нации». Тут похоронены герои 18-19 веков, но среди них нет ни одной женщины. И даже сегодня здесь находятся могилы 71 мужчины и всего двух женщин. Одно дело, когда вас вычеркивают из истории, и несколько другое, когда об этом еще и высекает надпись на камне. Эта запись в исторических аналах утверждает, только мужчины имеют значение. В последнем фильме я хочу вспомнить женщин, которые сыграли ключевую роль в революциях, сформировавших современный мир. Они смело смотрели в будущее и боролись за изменения, и бросали вызов устоявшемуся порядку. Их судьбы явно демонстрируют, что во время революций одна власть сменяется другой, а женщины часто оказываются преданными и исключенными из новых обществ, которые они помогали создавать. Я хочу также показать, как женщины изменили саму цель революции, сражаясь за равные права на образование, политическую власть и за право самим решать вопросы деторождения. На самом деле, в настоящей революции гибнут не люди, а предубеждения и предрассудки. И женщины смогли изменить мир, изменив его основы. Не насилие стало центральным элементом в истории борьбы женщин, главным стали сами женщины, которые требовали и завоевывали себе право определять свою жизнь. В 21 веке начинается новая революция. Женщины требуют, чтобы их услышали, проводят кампании, противостоят несправедливости и борются против нее. Их цель – разорвать порочный круг победителей и побежденных и добиться равенства для всех. Быть женщиной в политике – это шанс ломать стереотипы, показать другим женщинам, что наше место в первых рядах, наше место во власти. Мы можем в ней участвовать и делать это лучше, чем многие мужчины. Восхождение женщины Революция Сегодня 5 октября 1789-го. Холодно, промозгло, настроение отчаянное. Парижане голодают. Людей приводят в ярость слухи об амбарах, полных хлеба. Парижские женщины восстают. Продавщицы с рынка, из лавок, торговки рыбой. Жены, матери делают то, на что не решаются их мужья. Они берут свою судьбу в свои руки и действуют решительно. Идут 6 часов под проливным дождем, толкая пушки, волоча-мушкеты, вилы и ножи. Они штурмуют Версаль. 6 утра протестующие сломали ворота, разметав охрану. Эта толпа жаждала крови. Мария Антуанетта еще в ночной рубашке. Она бежит по коридору в спальню короля в поисках защиты. Она бьется в дверь, умоляя впустить ее. Наконец ее услышали и открыли покои. Протестующие заставили короля, его семью и членов национального собрания покинуть Версаль. Они силой привезли их в Париж. И в этот момент все изменилось. Неожиданно король превратился в ответчика. И казалось, демократическое будущее стало возможным. Король отказывался подписывать декларацию прав человека и гражданина, опасаясь наступления во Франции эры демократии. Но его сопротивление сломлено парижанками, которые штурмовали Версаль. Король подписал декларацию...